Приближается памятная дата День Героев Отечества в России. Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – звания Героев Советского Союза, Российской Федерации, Орденов Славы и Святого Георгия. 20 лет назад при выполнении воинского долга в Чеченской Республике погиб Герой России Евгений Остроухов. Сегодня в гостях у его родных вместе с представителями Росгвардии побывал и наш корреспондент Артур Мхце. Это был, пожалуй, редчайший случай в новейшей истории России. Урожень с небольшого города в Карачао-Черкесии рядовой Евгений Остроухов получает золотую звезду из рук президента страны Бориса Ельцина. Столь высоко был отмечен ратный подвиг 18-летнего паренька, несколькими месяцами ранее призванного в армию. Они попали в засаду и оказали сопротивление, воевали. Воевали достаточно долго, чтобы подошло подкрепление, чтобы их смогли эвакуировать. И местные жители их вечером забрали. Ночью они, наверное, забрали и прятали. А утром мы сообщили, что они живые. Он попал в госпиталь и где-то в апреле месяце его выписали. Четыре с половиной месяца это. Потом, значит, его забрали в Москву, там наградили. По словам матери, он не собирался связывать жизнь с армией. Однако судьба распорядилась иначе. После первой командировки в зону проведения контртеррористических операций, он несколько раз снова отправлялся для выполнения поставленных задач. Одна из поездок стала для Евгения Остроухова последней. О ней летом 2002 года он родным не стал сообщать. Сказал, что находится на лечении в санатории. Лейтенант милиции Остроухов трагически погиб во время спецоперации по пресечению действий незаконных бандформирований. Он был в жизни простым человеком. Он выполнял задачи так, как положено было. Всегда был первым, всегда был лучшим. И он был настоящий. Был настоящий. Это одна из характеристик, которая характеризует человека. Он не был каким-то героем выдуманным. Он был настоящий герой. Человек был, который всегда знал, что делать. Всегда был готов выполнить приказ. Всегда был впереди всех. Я проходил службу в Северо-Кавказском округе. И я принимал участие в организации, в оформлении музея округа Северо-Кавказского в Пятигорске. И когда я делал экспозицию по героям Российской Федерации, он был один из первых героев у вас. И он на баннеры, самый первый. Пришлось уже более детально изучить его подвиг. И я был, честно говоря, удивлен. К слову, сын Евгения Валентин также решил пойти по стопам отца, выбрав военный вуз. Сейчас он служит в погранвойсках. О своём земляке не забывают и сотрудники отдела вневедомственной охраны по Учжигутинскому району. Вместе с представителями Совета ветеранов и родными героя России Остраухова они отдали дань уважения его мужеству и отваге. На примерах таких людей и должны учиться новые поколения защитников Отечества. Артур Мухцелий Бастанов. Вести Карачаево-Черкесия. Учжигута.